так ребята всем привет смотрите кого я встретил михаил сиди сиди миш нифига ты поднялся здорово слушай бахнет новенького ближе 4 года запах немецкой машины слушая запах прямо да вот этого мерседеса запах это за моего знакомого тоже смысл прямо точно такой же запах из-за 2004 год 12 лет машине четвертого года 2000 года начали выпускать эти машины и запах до их спор не ушел ну качество немецкая блин короче ребята всем привет здравствуйте миша в общем скажем так не последний человек на моем канале уже не знаю то ли пару раз то ли один раз нам был на канале но второй раз получать уже буду из молдовы последний раз так последний раз когда мы виделись это было когда больше полгода назад сколько журнете но все тебе пришел 9 10 месяцев последний раз мы виделись кто помнит пострел видео миша была это chrysler на горсть еще есть еще есть есть были там пару подключений с этой машины если будет время расскажу сейчас вот mercedes белый салон светлый или это бежевый кожаный все дела кнопочки блин нормально сейчас как раз машина стоит намного больше не повезло официально я получил подарок но стоила эта машина 4000 вот если сейчас как стоило спросили 4 500 купил за 4000 вот реально сейчас это будет сумку человеку вновь приехавшему за 4-5 тысяч купить машину не повезло поэтому почему был 2 он это 2 и владелец машина обслуживала столько дилера из плюсов 2 он был где была девушка вот как здесь все идут через лизы через кредиты покупают новую машину то есть понятно четвертого года держать машину когда у тебя уменьши сделаем когда-то самая машина можно менять и взять более-менее намного лучше намного лучше было чтобы быстрее продавать не решили ставить меньше сакая машина приехал 6000 стритом слива марсельская старенький такие называемые короче рыночная цена 7000 до 6 7000 такая машина нормально ты бы крыг листу рам да по крыг листу выбрал попробовал лизинг не получилось взять машину новую купить почему купил самое интересное у меня украли машину да да у меня украли машину я смотрю это частое явление ворует машина да причем что здесь самое интересное что воры которые крадут они еще со совестью почему после 11 или 11 дней как это самое мне звонили из полиции говорит можешь ты можешь прийти и взять машину я рад да конечно откуда она улица ниже то есть они украли катались бак был полый катались после после этого оставили машину на улицу ниже бак заправили ну нет бак заправили украли все что было в машине машина есть и продается так ребята в общем интересная будет информация у тебя еще ты еще свой канал ведешь редко еще но сказал что буду буду больше надеюсь что сделаю больше короче я оставлю ссылку в описании под видео на мишин канал для чего для того чтобы миша больше на молдасском говорит и но я оставил себя что я сделал ко мне многие ребята обращаются кто разговаривает на молдавском моя к сожалению или к счастью или к счастью не понимаю молдавский язык и в основном игнорирую эти письма так что пишите миша я надеюсь он может ответить если будет время время как бы эти вот люди они как бы все равно много людей пишут как бы всем не ответишь пишите миша миша может это возможности ответит особенно вот если вот для скажем молдаван для румынта на румынском молдавском говорит так еще по случаю того что как бы нам уже встречались вы видели там некоторые вопросы задавали вот мы так сейчас встретились на парковке и в общем последние новости миша поднялся так скажем я слышал что ты сдал сидел я сдал сидел николая лёня сейчас сделал новые видео как и не сделал как сделать там все эти экзамены который где мы требуем я учился примерно месяц и неделя хотя многие больше намного учиться опять же через через лёня поехал к нему советовался какой был выбор куда пойти но решил пойти у николая интересно было в чем что я первые две-три недели только по субботам ходил на пару почему потому что работал не было возможности и там около час где-то обучился можно построиться под график да да можно гибкий график звонишь говоришь вот и завтра допустим свободные хорошо смотрят если у них опять же никакой там экзамен диаме нету то не проблема приходишь как как это очень-очень-очень нормально очень гибко к этому относится ребят очень-очень хорошо она расскажи изначально вообще я уже два года назад задавал на не два года по ну скоро будет два года как у меня сидел ты недавно получил по последним новостям что там сейчас изменилось не изменилось вообще изначально что нужно какие документы и как это у тебя все проходило ну во первых во первых изменились билеты в демвиз первого января то есть совсем другие вопросы совсем то есть как бы может быть задержание такое же смысл тот же но сформулирование и все вот это вот много много изменилось это во первых то что раньше были программы то что ты тоже поставил один видео там с какой-то программой она уже может быть но не помогает так сказать есть другой сад через кого я через которого я учился там . как как на демвиз берешь учишь даешь тесты там показывает сколько ты процентов сдавал сколько нет и когда ты сдаешь допустим три-четыре раза подряд у тебя меньше 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 ошибок соответственно тому же тебе написано что паса ты прошел можно смело идти сдавать в демвиз хорошо скинешь на сайт я оставлю в описании или там не проблема документы какие документы social security social security нужен нужен действительно права то есть чтобы тебя были калифорнийские соответственно надо сдавать экзамен грин карты не 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 если у тебя есть водительский права понятно что у тебя уже вести может здесь жить и все что security надо сдавать экзамены medical exam чтобы ты смог сдавать экзамены в деме внутри обе ну по поводу грин карты ты можешь нет ну этом просто по тур визе должны сделать нет почему потому что опять же social security сдается это зависит от social security social security действительно с документом которые тебе разрешают работать у меня допустим был social security потому что я был здесь в 7-ом году но на social security было написано что он действительно только с документов которые которые разрешают тебе работать по туртические визы понятно, что ты не можешь работать. Соответственно, у тебя не будет social security. Это основные документы. Даешь три экзамена в DMV. Это airbreak, это combination и general. Самый тяжелый там general, если я не ошибаюсь. Для меня combination. Ну combination, не знаю, не помню уже. Я сдавал все с первого раза. Некоторые там были, сдавали по 3-4 раза. Да, хорошо. Как ты сдал с первого раза? Что тебе помогло? Что помогло? Тренировался дома. Это означает, что те, кто не может сдать с первого, с второго раза, значит, они неправильно, они плохо подготовились. Да, соответственно. Да, везде. Здесь, везде. Здесь не можно. Не знаю, может быть и можно, но я еще не слышал, что можно купить, деньги давать, что-то самое. Нет. Здесь, если есть знания, если умеешь, то сдаешь. Если нет, к сожалению, не получается. Здесь сдал, сдал на пермит, получил потом? Сдал на пермит, сдал. Причем-то на Иса Крема, только там, где все боятся идти. Сдал там. Уже сам экзамен по повреждению сдал. Опять же, там тоже с первого раза сдал. Как проходило обучение в рождении? Притрип инспекшн. Расскажи про тритрип инспекшн. Притрип инспекшн я начал смеяться, когда увидел... Кто тебе дал притрип инспекшн? Притрип инспекшн Николай давал в письменном виде, но, опять же, я нашел очень интересное видео на ютубе, сделанное американами. Одним американом я сделал. Я нашел там видео где-то час, но он объясняет не то, что ты должен говорить, как бы, что надо говорить, а объясняет, почему ты должен говорить это, и зачем говорить вот это, это, и каждую деталь, и что именно говорить. То есть, ты смотришь на деталь, ты не должен запоминать устно, да, то есть, золотые слова, но breaking, но leaking и не losing. Это антиберсальные слова. Вот, но ты смотришь на детали и понятно, ты видишь, что может в ней, допустим, ломаться. Ты об этом и говоришь, соответственно. Вот это и логика. То, что притрип я видел, я видел притрип написан русскими буквами, русскими буквами, но с английским пониманием. Для меня это был смех. Ну да, я тоже видел такое. Это жестоко. Ну это для тех, кто, скажем, английский, ну на английском вообще читать не умеет, наверное. Скорее всего. Не знаю, как, блин, здесь есть интересный, интересный факт. Не знаешь английский, я не знаю, как будешь работать дальше, потому что тут, ну ладно, ладно, ты выучишь этот притрип, ладно, ты сдаешь экзамены, начнешь работу, останавливай тебе на скейл. Что ты сделаешь? Что ты говорить будешь? Ну да. Там автоматически спрашивают, ты где взял документы? Где получил права? Да, скажешь, это на 3 килограмма брынзы поменялось. Ну, раза у нас дорогая, знаю, но все равно. Не поверят, да? Не поверят. Хорошо, что понравилось у Николая там в плане учебы, что тебе понравилось? Во-первых, это как объясняют, во-вторых, это гибкий, то есть график, так сказать, когда получается. И третий, как я говорил, я очень быстро обучился, очень быстро обучился. У меня даже так сказали, ты учишься, то есть у тебя ускоренный режим или как? Нет, то есть последние две недели там более и более сильно начал, то есть еще как бы чаще ходил на уроки. Опять же, пришел, допустим, в, не помню же, в субботу, наверное, и говорили, короче, нет, посредине недели говорят, завтра идем в День Ви. Такой, знаешь, хорошо, в День Ви так в День Ви. И... По городу ездили, да? По городу ездили, сначала не стартуешь, пока не сделаешь, не говоришь при трип, не сделаешь фигуры все, потому что это очень важно, фигуры сделать. И фигуры нормальные у тебя? Да, у меня опять же, первый день я ни разу не сел за руль с машиной с прицепом, с траком, то есть за траком. Первый раз сел? Первый раз сел, и первый день у меня получилось сдавать назад и сделать фигуры, потом уже второй и третий урок, может быть, не так уж получилось, как первый раз. Но понял, как, что, вичем, легко. А как у тебя с английским? Это люди сейчас будут ломать голову? С английским нормально, я не встречаю никаких проблем. Если, ну, здесь, видишь, как, здесь, американец, если тебя не понимает, он старается всяким способом тебе объяснить, что ты имеешь в виду. Или ты хоть объясняешь ему, как можешь, ну, есть сложнее и сложнее моменты, чем у меня, у других людей, и они крутятся. Так, ребята, в общем, как-то так, я просто тоже доносил, доносил, там, рассказывал, вот, скажем так, со свежего, со свежих уст, да, кто недавно сдал экзамены, кто чуть-чуть позже у нас приехал. Более свежая информация, так скажем. Но, видите, Михаил был однажды уже в Америке. Один раз, да? Да, я был в седьмом году на четыре месяца через Волкондрайвер. Да, поэтому это, как бы, тоже, я думаю, оставило след какой-то, и не плохой след. Поэтому, кто идет, или кто идет на трак-драйвер, или вообще, надо рассчитывать, наверное, какие-то свои силы в английском, либо подучить заранее. Как бы, чудо-никого не будет, что вы там, да, вы получите права, как Миша сказал, поедете, но на любом инспекционе, или там, что-то где-то... Будет работа в русской компании, будет русскоговорящая, но на дороге, ты будешь работать, на Доливере дошел, как ты будешь объяснить, что меня привез, что ты привез? Тебе скажут, иди в дверь, спрашивают, что у тебя есть, в какую дверь, ты что будешь сказать? По пальцам покажите, пожалуйста, какую дверь, или как. Я не знаю. Да, это мы вас не пугаем, и там, просто такой дружеский, добрый совет даем, как бы, дело хозяйское. Учителя английского, я понимаю. Все ссылки будут в описании, вообще, там, на билеты, на Мишин канал, там, на контакты в школу Колину, и при-треп, при-треп меня спрашивают, все там отправят, я не знаю, может, надо будет. Видите, Миша сказал, если на ютюбе, просто при-треп инспекшн, на английском, я там, куча видео, поэтому... Ну, видишь, как, для некоторых, которые не знают английский, им будет сложнее понимать. Ну, как-нибудь и дойдем до этого вопроса. У меня с при-трепом еще один плюс большой, почему? Потому что я работал когда-то с автозапчастями в Молдавии, да, то есть, я знал диплом, я знаю запчасть, я знаю, что мне могут поломаться, что... То есть, я вижу, допустим, водяную помпу, водяной насос, ну, понятно, она не может, должна отвечать, должна то и то. То есть, это, это элементарно для меня. Для некоторых, которые не знают, и водяной насос, а что это, что она делает? Понятно, что ты не сможешь, понимаешь? Здесь логика есть, логика нужна. А за справочку сколько заплатил? Где-то 70 долларов. 70 долларов, да? Если нажимаюсь, где-то так, 70 долларов. Хорошо. Там еще вопрос такой, по зрению, например, что ты знаешь об этом? Допуск, как, что? Мерки, не знаю, я не могу сказать, то есть, мерки, насколько, сколько там процентов нужно видеть, я не могу сказать конкретно. Но когда ты проходишь медкомиссию, ты проходишь все, то есть, и зрение, и здоровье, и, опять же, там получается автоматический тест на наркотики. То есть, это идет все в одно. Ясно. Так, ну ладно, вроде все, как бы, такие вот новости. Как тебе вообще в Америке в общих чертах? Хочется ли уехать обратно? Обратно? Какие планы, я не знаю, может, какие-то пару слов? Обратно хочется уехать, увидеть своих родных, потому что тяжело. Без родителей, без знакомых, без, не без знакомых, а без друзей. То, что у нас там сейчас творится, это отдельный вопрос, это отдельная тема. Короче, кто досмотрел еще до конца, кто еще смотрит, кто из Молдовы, для тех, сейчас будет важная информация. Опять же, переходите к Мише на канал, у него там есть видео про посредников. Да, я сделал видео про посредников гринкард, я сделал в виде про ошибки, я стараюсь сделать еще видео интересное, как бы так сказать, что какие, то, что не надо здесь делать в Америку. Я, может быть, и я уже наткнулся на какие-то моменты, то есть, которые я ошибки сделал, и сейчас сожалею, что я сделал это. Но самая важная информация, это про гринкард, про посредников гринкард. Про посредников. Очень важная информация, заходите, мне очень часто много пишут, но, опять же, я могу дать ответ, потому что, у тебя есть видео, я видел, ну, на молдавском языке, там, в принципе, там, в Молдове, кто с ними сталкивается, я думаю, 70-80% понимают молдавские, думаю, не как я, бездарь. Ну, видишь, то, что по посредникам, это, в принципе, эталон, не то, что эталон, это шаблон, потому что везде, везде, в принципе, работает одно из тоже. Ихняя реклама, там, все дела. Да не то, что реклама, это, есть один сайт, только официальный. Да, но... То, что мимо, это уже посредники, все, что мимо... Люди-то не знают, понимаешь, вот... Так, для этого надо, надо людей сказать, что все, что где-то не видел, что написано гринкард... Просто их реклама везде, знаешь, в Молдове... В Молдове люди живут, они даже, они просто, они увидели вот эту вот рекламу, все, они думают, что так и должно быть, они, у них даже до того, так реклама хорошо работает, что у них даже мысли не приходят до того, что есть какой-то официальный сайт, понимаешь, они думают, что так должно быть, поэтому... Реклама, иногда до рекламы не дойдешь, почему, потому что сейчас, скоро будет 1 сентября, будет новая партия в университетах, они что делают, они, например, через месяц, где-то, да? Они что берут, отправляют, опять же, платят людям деньги, отправляют мимо университета, мимо этого, и заполняют анкеты. То есть автоматически ты спрашиваешь, хочешь участвовать в грейн-карте, а что это? Ну так, и так, и так. Бесплатная, бесплатная регистрация. И запятая. Бесплатная регистрация, запятая. Потом дальше они тебе не говорят. Но, если ты читаешь подробно в этот бланк, который ты заполнил прямо на месте, там написано, что ты уже обязан в случае выигрыша... Мелоким шрифтом. Да. То, что у меня получилось то же самое. Ты обязан заплатить 1400 баксов в случае выигрыша. Да, прежде чем что-то заполнять. Читаете? Ну, не то, что читайте, да, хотя бы узнавайте. Вот, может, это видео кому-то поможет, не знаю. Ну, реально сложно в Молдове. Сейчас уже больше информации, но на тот момент, допустим, лет 8 назад, 5 лет назад, вообще информации ноль было. Не было, не было. Поэтому все повелись, многие велись. Я тоже, тебе тоже чуть не попал, но повезло, вырвался из... Да, есть варианты, как их обойти, но это уже другая история. Не было. Сейчас проблема. Опять. Это одним видео не обойтись. Нет. Так, ладно, ребята. Все. Всем пока. Понравилось видео. Лайк. Подписываемся на канал. В общем. Все, всем всего хорошего. Берегите себя, своих близких. Да, все, всем пока. Пока.